Здравствуйте, товарищи. И сегодня у нас обзор на Артём Эдишн. С вами Кексадред. Погнали! Итак, вы наверно задаётесь вопросом, как вообще я смог заполучить такое редкое издание как Артём Эдишн? Их же всего 10 штук в мире. Да всё очень просто. До релиза Метро Исход на их сайте анонсировали конкурс на самого страстного и увлечённого фаната Метро. И главным призом была эта коллекционка. Я решил, была не была и выложил свои работы. Ну и после голосования казалось, что именно я выиграл главный приз, сам того не ожидая. Короче, погнали распаковывать и глядеть, что же в коллекционке такого необычного. Ай! Та-дам! Короче, начнём с крышки. На крышке у нас два вот таких вот письма. Тут Орден Спарта, 4Games и тут ничего нет. Открываем. А здесь Метро Экс... Да иди отсюда! Здесь у нас элитный набор спартанца. Хопа! Атетион Рендер, welcome to ranks of the legendary few. This document certifies that this Spartan's elite kit is one of the filters in the field. Dog tank. БАААААААААААААААААААААААААААААААА! Калаш Bullet Lighter. Релибли дурабли true and tested. Дредд 24-07. Ну Дредд это типа я. 24-07. Кто не знал, это мой день рождения 24 июля. июля жду подарочки артем эдишн это конечно хорошо но их всего 10 штук в мире и не всем нравятся коллекционки и поэтому я хочу поблагодарить вас мои подписчики за вашу активность и чтобы вас порадовать я совместно с создателями игры викинги провожу для вас конкурс о да главный приз два набора новейших playstation 4 pro плюс ярочки и супер приз это macbook pro конкурс очень легкий вы же помните в прошлый раз когда мы с викингами разыгрывали три крутых набора инструмента победители давно уже получили свои призы и уже крафтит новыми инструментами самое крутое что в игре можно прокачивать и тренировать своего героя и улучшать город добывать ресурсы и модернизировать постройки ну а также вместе объединяться в кланы для достижения совместных целей и так ребят что нужно сделать чтобы получить свой приз все очень просто хотите получить playstation 4 pro плюс ярочки скачивайте викингов по ссылкам в описании и дойдите до 10 уровня дворца а чтобы выиграть супер приз macbook pro просто достигните самого высокого уровня дворца до конца месяца среди остальных участников розыгрыш состоится 3 мая ребят каждый ваш переход по моей ссылке помогает развивать не мой канал качайте викингов именно по моим ссылкам в описании под этим видео ведь добавок получите 200 голды и бесплатный щит не забудьте досмотреть это видео до конца и ищите меня в игре под ником dreadcraftstation погнали тут короче у нас непорядок вот теперь нормально теперь аутентично так короче кроме шуток здесь у нас противогазик вот такой это реальный прототип вроде как бы но единственная вот эта вот штуковина это уже самодельная рамочка такая ну как я понял короче он такой весь замызганный просто пока и все не прикольно тут еще есть вот такая вот лямочка его можно одевать на шею так короче кроме противогаза у нас идет фильтр вот такой вот стандартный обычный фильтр он тут немножко даже с вмятинами зашкуренный и палит скорее всего водичкой с солью чтобы быстро он заржавел фильтр вроде новый за кстати новый фильтр короче примеряем не ну довольно вкусная крутая штука если фильтр новенький то через него даже можно дышать так зажигалочка зажигалочка хопа я не понял это так и нужно вот такая гильза но блин в инструкции конечно написано что это а к буллит лайтер но это нихрена не а к это в 12.7 скорее всего дыши к ну хрен его знает открываем хопа так опа так скорее всего на заправляется отсюда сейчас я короче это все дело открою если такой вот бензинчик заправляем зажигалка идет заправленная скорее всего чтобы не было проблем с почтой из таможни тестик оба не серьезно нормально зажигается нормально и фиксируется так средне так короче погнали дальше тут у нас лежит жетончик жетончик спарта и с гравировочкой дред вот такой вот жетончик сделан он скорее всего из алюминия ща погодите я пронесу магнит вот такой у меня есть не один магнит не он короче походу сделан из дюрали или еще чего-нибудь такого елочка здесь такая типа кожаная и достаточно круто сделано сейчас примерим посмотрим так короче жетоном разобрались теперь у нас тут вроде как карта короче эта карта которая была на борту авроры а именно где был машинист и которым подходили тыкали в нее и уже передвигались по миссии тут у нас москва бронепояс ганзы оккупанты волга усе прикольная карта очень классно аутентично сделано так все застарено пожанка на блин у туалетный монт похоже ладно ладно короче ребят без шуток просто у меня хорошее настроение сегодня пришел артем эдишн который я ждал три месяца целых ну наконец-таки дошел до меня сам сам на ножках короче складываем и сейчас мы короче приступим к обзору вот этих вот короче часов но перед этим глянем тут есть еще одно письмецом вот такое вот это у нас инструкция для nixi watch для часов на газоразратных лампах так у нас здесь есть три кнопки каждая кнопка отвечает за свои действия а тут у нас получается как выставлять дейтсетап это день месяц и год потом таймсетап уставления часов именно самих и акселерометр акселерометр это типа как на умных часах там делаешь вот так вот и они включаются настройки основные настройки для яркости самих газоразрядных ламп color adjustment вот это вот хрень это короче можно выбирать подсветочку rgb там внутри она подсвечивается под лампами потом можно устанавливать например там есть три кнопки которые я говорил вот эти три кнопки если нажимаешь вот эту первую кнопку то появляется сначала год потом число и месяц а нажимаешь среднюю получается появляется сразу часы это типа у нас что-то если часы отстают или спешат можно их поднастроить потом настройки температуры можно настраивать температуру эти часы показывают температуру но если что в часах нету секундомера и это короче у нас типа как заряжать от чего заряжать можно от компа можно от зарядки телефонной какие-то там ошибки и типа писать чуваку который сделал эти часы игорь будин русский живет в италии а часы у нас вот такой вот тяжелёчий коробки такого тубусе он реально весит килограмма наверно два или три открываем и делаем вот так вот не аутентично но красиво потому что в игре же все знают а тут иеночки должны стоять хотя на артах там иен 12 но иен 12 вот такие вот они реально здоровые и я свои часы строил на иен 17 это какие-то забугорские лампы я не знаю что это за лампы но выглядит тоже прикольно корпус у нас алюминиевый вот этот походу нержавейка это у нас скорее всего окошко для замены батарейки в часах реального времени скорее всего тут у нас тоже алюминий тут выходят два проводка к светодиоду ну и сверху что-то типа латуни ремешок у нас кожаный эта кнопочка нас отвечает за светодиод так пойдем по первым кнопочкам первая кнопочка вот у нас число месяц и год и врубается потом средняя кнопка это у нас показывает время 1907 1907 ну а нижняя кнопка вот эта третья кнопочка это у нас зарядка 80 процентов и температура окружающей среды 21 градус так короче в настройках я сильно не буду ковыряться единственное что покажу здесь вот прикольная штучка подсветка заднего задний кола бах короче протестим как будут они сидеть на руке как-то так главное чтоб только не пропало а и и и и и На этом все, ребят. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк этому видосу. С вами был, как всегда, Dread. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok